Всех приветствую! Дорогие, сегодня хочу с вами поговорить о Матрице, о её правилах, потому что на самом деле зачастую люди совершенно не понимают, как здесь всё устроено. Для начала я хотела бы вам дать некое определение, как я это вижу. Матрица не имеет какого-либо, скажем так, желания вас как-то наказать или поощрить, или что-либо ещё с вами сделать, что имеют обычные люди. У них всегда некая есть предвзятость. Вот кого-то они любят, кого-то не любят. Есть даже такая фраза «любимчик судьбы», «ему улыбается удача», а вот этот вот несчастный человек. И вот как-то так, знаете, повелось в обществе, что у Матрицы есть любимчики, или кто-то в религиях, да, они подразумевают под Матрицей, что есть какой-то бог, и у него там есть свои любимчики, а есть те, кого он не любит. И вот от этого всё зависит. На самом деле это не так. Матрица имеет абсолютно нейтральную квантовую природу. Это как один большой живой квантовый компьютер. И поверьте, что всё, что вы получаете, это итог ваших убеждений. С детства вам вкладывают в голову просто немерено разных программ, которые потом работают. Вы даже не знаете, что большинство программ в вашей жизни идёт на безусловном уровне. То есть вы об этом не думаете, вы об этом уже давным-давно забыли. И вам кажется, что вы абсолютно никак не связаны, да, допустим, с какими-то вещами. Вот, например, человек, к примеру, который не может много зарабатывать, он считает, что он просто неудачник, он позволил себе так считать. Они начинают придумывать разные отговорки, что богатые люди никогда не начинают с нуля. А если и начинают, то это точно не этот человек, да, на которого они смотрят. Это точно не его случай. То есть они ищут изначально себе различные отговорки, почему у них не получится. Они придумывают просто любое, скажем так, обесценивание усилием другого. Просто они всё обесценивают для того, чтобы просто сказать, у меня этого нет, поэтому я вот такой. Я неудачник. На самом деле это только ваша программа, и об этом я хотела с вами поговорить. Это чисто ваша надуманная программа о том, что вот так всё работает. Поверьте, если вы собьёте все скрипты, если вы просто уберёте вот эти все свои убеждения и просто начнёте смотреть на этот мир трезво, не через призму того, что вам навязали, просто откройте наконец свои глаза и увидите, что всё зависит только от вас. И если вы чего-то не достигли в жизни, то это ваше убеждение. Например, есть люди, которые свято верят в карму. К сожалению, по, скажем так, неопытности и глупости, по юношеству я тоже в это верила. Вот мне просто хотелось верить. Знаете, вот есть личности незрелые, которые руководствуются в своей жизни верой, безусловной верой. Вот так и всё. Вот им просто хочется верить, потому что это проще. Ведь это гораздо проще, чем пойти и что-то самому проверить на своём собственном опыте. Например, официальная наука отрицает наличие эфира. Но есть множество упражнений в интернете, и я этому обучаю. Как почувствовать своё эфирное тело? Причём вы почувствуете его как физический объект. То есть вы его будете чувствовать, например, эфирные какие-то области своего тела. Допустим, эфирную руку вы будете её также поднимать и чувствовать как физическую. Абсолютно те же самые ощущения. Вы эфирной рукой можете подойти, пощекотать человека, и он в этом месте почешется. То есть это всё реально, это всё есть. Но традиционалистика, конечно же, это всё будет отрицать. Потому что, слушайте, ну если стадо отбивается от хозяина, то, разумеется, это не очень хорошо для того, чтобы управлять людьми. Потому что, ну давайте будем откровенны, большинство людей это быдло. Это абсолютные животные, которые, если их вот так вот серьёзно с кнутом не идти за ними, да, и не похлопывать их по спине, чтобы они не отбивались и не одеть им ошейник под напряжением, то, разумеется, такие люди просто внесут хаос. Не так много умных людей. Но поверьте, они есть. Но в то же время, скажем так, они не афишируют особо себя. Особенно те, кто владеют альтернативными знаниями и истинной природой вещей нашей матрицы. Так вот, карма. Вернёмся к карме. Человек верит, что если он сделал что-то плохое, то это ему вернётся. И, как ни странно, возвращается. Но есть такой феномен, что у людей, которые, скажем так, они абсолютно бессовестны, они совершенно не жалеют других и не чувствуют никаких угрызений совести, они могут идти по головам, они могут убивать, и им за это абсолютно ничего нет. И тогда, что говорят шизотерики? Значит, они отработают в следующей жизни. Но здесь работает немножко другой закон. То, что они ломают себе геометрию, это понятно. Я миллион раз говорила эту тему и не буду сейчас повторяться. Я сейчас расскажу про этот закон. Почему они не страдают? Человек, который искренне верит в том, что он делает всё правильно, настраивает свой фрактал, свою ячейку, реальность, свою матрицу. А голова и мозг — это квантовый компьютер. Он настраивает её так, что он действительно ни в чём не виноват. Учитывая то, что он искренне верит в том, что он ничего плохого не сделал, что он поступает абсолютно нормально, он страдает. Он, точнее, не страдает, с ним ничего не случается. Теперь, почему страдают в основном люди, да? Более совестливые, более такие хорошие. Вот часто говорят, хорошие люди, они всегда страдают, они всегда уходят рано. Вот почему-то негодяи, они всегда вот у них всё хорошо, что бы они ни сделали, живут. И всё у них прекрасно. Ну, конечно, не учитывая людей, которые, допустим, убивают своё здоровье, курят, пьют, неправильно питаются, они, конечно, за счёт этого могут просто испортить свой организм, и у них будут различные проблемы. Но мы о таких не будем говорить. Вот просто стандартно, да, у людей, которые достаточно вменяемо живут, так скажем, не занимаются уж тотальным самоуничтожением, у них всё хорошо, потому что совестливые люди, они, как правило, вот даже могут на себя навесить какой-то комплекс вины, что вот, причём даже если они совершенно не имеют никакого отношения к какой-либо негативной ситуации, они так вот думают, я в этом всём виноват, вот я сделал не так, сделал не эдак, и они вот этой самой виной к себе накликают, это, понимаете, это пространство. Пространство, которое имеет множество различных нитей, струн и зеркал. И, допустим, если вы на своей струне начинаете проецировать эмоции вины, эмоции досады, эмоции страха, каких-то подозрений, вы начинаете вот своей струной подключаться к такому же резонансу, и всё, всё здесь работает на резонансах, и у вас пошла вибрация с такими людьми, всё больше, больше, больше и пошла, понимаете. А когда человек, он особо не переживает, он ровно, ровно его струна стоит вообще, практически не двигается так, только совсем чуть-чуть. И она, например, выбрала себе другой алгоритм реальности, переключилась, пошла вот в эту сторону, потом взяла, ей, ну, захотелось другое, чуть повыше поднялась, пошла уже по этой струне. Понимаете, мы сами себя переключаем, не зная о том, что мы делаем. Поэтому те люди, которые вообще не страдают и живут себе припеваючи, они сами строят свою реальность, даже не зная о том, что они делают. И в этом смысле они очень сильно выигрывают перед теми, кто постоянно мучается какими-либо сомнениями. Они такие совестливые, они такие все, знаете, вот, постоянно они стараются помочь людям. Вот этот у них комплекс, комплекс быть хорошим. Вот они все время говорят, ну, как же ты, как же не хочешь помочь незнакомым людям? Вот давайте подпишем петицию, давайте соберем деньги, вылечим какого-то ребенка, давайте то, давайте это. Это комплекс вины, причем это самая первая стадия выхода из животного в человека, когда он хочет быть полезным для другого. Но не понимают еще пока законов, что, в принципе, не всем нужно быть полезным и не всем можно помогать, потому что некоторые должны вот повозиться хорошо в проблемах, потому что проблемы просто так на голову не падают, получить свой опыт, выжать из этого опыта максимум и подняться выше. А пока вы вот с ними возитесь, собираете им денежки, помогаете, они будут еще глубже погружаться, вот в это, я извиняюсь за выражение, вонючее болото, из которого они не могут вылезти, а вы их еще сильнее туда погружаете своей медвежьей услугой. Это только один из законов матрицы, который лежит на поверхности, и на самом деле, который очень сильно бьет людей. Вот они просто ломают свою жизнь, раскурочивают ее, сами того не понимая. Никогда не чувствуйте вину, это абсолютно бесполезное явление. Вот вы поняли, что ошиблись? Все, это просто ваше знание, это ваш опыт. Никогда не надо вот эти мысли прокручивать, накручивать. Сделали что-то плохое, пошли, извинились, все, не надо вот этого до конца, вот я мучаюсь. Вы понимаете, это энергетические программы паразитарного характера, вас просто раскручивают на энергию и питаются за счет вас. Это на самом деле ни к чему не приведет, кроме разрухи. Я лично не испытываю абсолютно никакой вины ни за что, что бы в моей жизни ни происходило. Я прекрасно вижу исток, откуда все идет, почему данный человек ведет себя так, а не иначе. И со стороны обывателя могут смотреть и рассматривать эту ситуацию со своего уровня развития, со своего, скажем так, шестка. Но я вижу по-своему, да, и если даже все люди соберутся толпой и будут говорить мне, что я не права, я скажу до свидания. Это мой фрактал, и я решаю, как его формировать. Идите в свои фракталы, идите. И формируйте их по своему усмотрению. Чужой монастырь, как говорится, со своим усталом не ходят. Поэтому я и вам советую так делать. Вот просто попробуйте пожить и ни в чем себя не винить. Просто делать выводы сухо, просто алгоритмично, как компьютер. Появился вирус, удалил, забыл. Они все время не думают, не рассматривают под лупой вот эту грязь. Почему он появился, а кто мне его послал, да какая разница, почему он появился, какая разница, кто вам его подкинул, какая разница. Вот зачем вам копаться в этом хаосе, если можно заниматься своим делом. Также очень плохо, когда вы начинаете копировать людей, копируете чужие каналы. Просто берете, ну вот вам кажется, что вы вдохновились, а вы начинаете вот просто все сметать с человека, стиль и так далее. Я, кстати, достаточно часто вижу различных блогеров, в том числе, которые оказались мне достаточно таки нормальными. И я просто не ожидала. Я достаточно часто говорю о своих разных целях, планах, сейчас уже реже. Почему? Да дело в том, что многие блогеры начинают говорить о том, что это их планы и их мечты. Я просто, честно, никогда ни у кого такого не слышала, потому что, ну вы сами понимаете, я человек достаточно таки авангардный. И если я что-то решаю делать, как правило, это никому не надо. Но как только люди об этом услышали, они транслируют мои мечты за свои. Выдают, вот говорят, у меня вот такая мечта, вот такая. Я слышу, я понимаю, что это у человека даже нет ничего своего. У них даже мечты мои, вы понимаете? И никогда не будьте таким человеком. Вот вы пытаетесь скопировать чей-то канал, то у вас никогда в жизни не получится. Никогда в жизни. Есть, конечно, какой-то шанс, если человек ослабнет, и вы в этот момент окажетесь сильнее, вы можете что-то утащить. Такое бывает, с этим мы работаем на курсах по возврату энергии. Если что, обращайтесь, кстати, если вы стали жертвой такого человека. У меня такое было пару раз буквально, пару раз в жизни, давно. Но поверьте, это нанесло мне огромный вред, огромный вред. От некоторых людей я до сих пор очищаюсь. Причем что я сама виновата, я сама их подпустила слишком близко, я была слишком к ним добра. Сейчас я стараюсь вообще не культивировать в себе никакого добра. Потому что люди, как правило, просто садятся на шею, знаете, они хотят просто стать каким-то кучером. И вот так вот ехать на вас. Просто ехать и все. Если вы, как несчастная эта лошадь, вы бросите воды, человек просто вас кнутом по спине треснет и скажет, едь давай дальше. То есть люди, они вообще такие очень жестокие существа. Поэтому не позволяйте им собой манипулировать. Вот. Так что я вот эти два вопроса хотела затронуть. Если вам интересны правила матрицы, просто подписывайтесь на меня вконтакте, в инстаграме, я там периодически выкладываю какие-то новые интересные фишки. Правил на самом деле гораздо больше. Но вот эти самые основные, которые вы должны знать, просто чтобы не портить себе жизнь. Ни в чем себя не винить, не ждать никакой кармы. Вот будете ждать, да? Вот сделали вы что-то плохое. Вот будете вы ждать наказания? Вот получите. Даже не сомневайтесь. Ну и в конечном итоге, если вы будете помогать людям, вы получите. Вы тоже за это получите. Вот честно, я как раз зачастую получала именно от этих двух казусов. Я верила, что карма прилетит, и она всегда прилетала. И я очень любила помогать людям раньше. Просто обожала. Вот мне пишут в личку. Валерия, помогите разобраться. Мне так нужна ваша помощь. И так далее. Или кто-то в реальности. Давайте соберем деньги, отвезем в дом каких-то бездомных детей. И так далее. Валерия такая, да, конечно, давайте. Я так получала, мне так прилетало. Вы себе не представляете. Не трогайте больных. Не общайтесь с больными. Не надо им помогать. Вы что, не понимаете, что эта болезнь, это результат их внутреннего мира? Это они так решили. Это их жизнь. Почему вообще вы заменили себя каким-то, я не знаю, матерью Терезой или кем? Вы хотите, чтобы вас хвалили, погладили по головке, говорили, какая хорошая, какая добрая. Вас недолюбили родители в детстве. Не лезьте вообще к этим прокаженным. Не подходите. Я так получила за это. Я вам серьезно говорю. Не общайтесь вообще с больными людьми. Я вам серьезно говорю. Будь это физические патологии, будь это энергетические патологии, будьте аккуратны. Сейчас вообще ВКонтакте очень взяли за моду делать фотографии больных детей, которые умирают, и ставить фотку. Помогите, помогите детям. А ты сидишь, пишешь, после с кем ты общаешься, этот больной ребенок на тебя смотрит. Это вообще-то вредительство. Это энергетическое вредительство. Хоть бери пластырь и закрывай просто фотографии. Почему я должна на это смотреть? Это не моя проблема. Вы понимаете? Да, вам может быть кажется, что я жестока. На самом деле, я дошла уже до того уровня, когда я понимаю, что каждый человек страдает не просто так. Не просто так человек страдает. Если он страдает, значит, ему нужно страдать. И, не знаю, конечно, если у кого-то есть посыл, да, помочь. Прям вот от души. Значит, скорее всего, вы где-то в своих других параллельностях сделали кому-то как. И теперь у вас есть просто жизненная необходимая потребность. Вот, например, у меня бабушка жила в деревне раньше, и она зарубила много куриц. У нее даже была коза, и она спокойно ее отдавала на погибель, убивать ради мяса. Она загубила много жизней. Она загубила много жизней животных. И сейчас она постоянно, вот, каждый день она носится с кошками. Она всех кошек во дворе кормит. Она кормит птиц. Она ухаживает за растениями. Она просто тупо уже где-то лет 15 отрабатывает эту карму. Вот она по-другому не может. Она вот каждую кошку вот с пылинки сдувает с каждой кошки. И она не может этого не делать. Она понимает, что ей нужно очистить свой дух. за эти все прегрешения. Поэтому есть люди, действительно, которым нужно помогать, и они вот так очищаются. Очищайтесь. Если вы чувствуете посыл, очищайтесь. Но если вы просто хотите быть хорошими, если вас недолюбили родители в детстве, недохвалили, у вас не было нормальной пары, кто бы вам делал комплименты, если вас реально недолюбили, и вы пытаетесь почерпнуть любовь у всяких прокаженных, это вам только минус. вас просто так забьет по жизни. Обратите внимание просто после помощи другим людям, что у вас происходит в жизни. Если после общения с больными, кривыми, косыми вам становится плохо, значит, это не ваш путь. Вы ничего никому не должны. Вы просто хотите хапнуть любви. Бесплатно, вот такими вот своими шажками. Не делайте этого. Это очень опасно. Это очень опасно. Никогда не жертвуйте собой ради других. Если у вас нет, то у вас есть такие вот причины, действительно, когда от души просто идет, что вы прям не можете, хотите. А бывает такое, что вот хочу приятных слов получить. И это два таких состояния, которые перепутать невозможно. Не врите себе. Так что все, в принципе, я рассказала все, что хотела. Сейчас, думаю, меня забросают тухлыми помидорами за мое мнение, за то, что я там не хочу с кем-то мешаться. Просто я не чувствую с вами резонанса. Ну, не с вами конкретно, с вами-то я чувствую. Вот с кривыми и косыми. Потому что я ничего не должна. Я не грешила. Я не гадила. Я всегда жила по совести, по принципам, по справедливости. Я всегда жила по золотому канону. И я ничего не должна. И я это чувствую прекрасно. Вот. И держитесь своего, скажем так, пути. Если вы чувствуете, что вы никому ничего не должны, идите своей дорогой. Значит, вы действительно никому ничего не должны. Формируйте свою реальность ровно, красиво, правильно. Всего вам прекрасного. Хорошего дня.